физкульт привет друзья по железному движению что из спорт пита является самым необходимым для натурально тренирующегося человека многие ответят на данный вопрос конечно же протеин или креатин кто-то вспомнит про гейнер или притреники но все будут неправы сегодня я расскажу вам казалось бы уже затертой до дыр теме об аминокислотах bca но не буду повторять одно и то же пересказывая то что перепечатывают сайты и группы вконтакте друг у друга а поведаю о той информации которой практически нет но она чрезвычайно важна аминокислоты с разветвленными цепочками bcaa используются в среде спортсменов и не только по одной простой причине потому что они реально работают их популярность неуклонно и постоянно растет надо заметить что вполне заслуженно в отличие от большинства других добавок и мы уже знаем что говорит наука на их счет прием bcaa особенно лейцина тормозит распад мышечного белка и способствует анаболизму прием лейцина сберегает мышечную массу и поддерживает уровень сахара в крови в условиях низкокалорийных диет классического и интервального монотонного кардио тренинга при силовой работе при тренинге на массу и выносливость и даже при голодании другими словами аминокислоты bcaa способны оберегать мышечную массу при любой жизнедеятельности человека что нам с вами крайне важно ибо организм расстается с мышечной массой особенно излишней легко и просто и что особенно неприятно в первую очередь именно по этой причине так резко снизилась количество смертей среди профессиональных моделей да и девочки на подиуме стали выглядеть намного более естественно за счет именно сохранения мышц хотя продолжают сидеть на жестких диетах и практически не выполняют физических упражнений если не считать дефилирования по подиуму даже у людей больных анорексией при применении бисей улучшается состояние и понижается процент смертности надо ли говорить о том что именно bcaa является добавкой номер один для натурально тренирующегося атлета особенно худеющего особенно применяющего своих тренировках вредная продолжительная монотонная классическая кардио о том как правильно худеть скоро выйдет статья и видео не пропустите а сейчас только безграмотный не знает что классическое кардио пережигает больше мышечной массы чем жировой замедляет метаболизм после его окончания и даже понижает иммунитет именно по этой причине люди с избыточным весом садящиеся на диеты и классическое кардио теряют свои драгоценные небольшие мышечные запасы а после возвращения к обычному ритму жизни что происходит 95 процентов случаев набирают еще больше жира чем было до диеты и его процент к мышечной массе увеличивается что естественно только ухудшает состояние и здоровья и эстетику исследования токсичности bcaa на животных показали их полную безопасность при условии соотношения между лейцином и болином как два к одному к одному именно такая пропорция bcaa характерна для животных белков но это только если вы не имеете проблем с печенью и или нет предрасположены конным об этом практически никто и нигде не говорит изолейцин очень токсичен для печени и если у вас уже были гепатиты или другие проблемы с печенью необходимо быть крайне осторожным чтобы не создать чрезмерную нагрузку на печень но не стоит расстраиваться сейчас выпускаются специальные эти рефицированные формы bcaa которые за счет практически моментального всасывания аминокислот минимизируют или убирают полностью вредное воздействие изолейцина на печень за счет воздействия валина на изолейцин в данных формах bcaa об этом нигде практически не говорится но обладая этой информацией вы сможете избежать проблем со здоровьем и именно такие формы аминокислот bcaa я рекомендую применять всем независимо от состояния вашей печени то что bcaa препятствует распаду мышечной массы на данный момент является стопроцентно научно доказанным фактом в состав bcaa входят лейцин и золейцин и валин об этом вы конечно же прекрасно знаете но есть то о чем вы все практически не знаете и никогда не слышали а знать это необходимо почему вы об этом не знаете и кто в этом виноват я уже говорил не раз во всем виновата фитнес тире бизнес индустрия основная цена которой обогащение за наш с вами счет о чем речь те кто внимательно следит за моими статьями и видео помнят мои рекомендации относительно такой добавки как l-карнитин что работает только ацетиловая форма многие ли из вас знают об этом но мало кто обращает внимание на буковку l название это тоже очень важный момент в медицине все знают что работают только аминокислоты которые имеют l форму об теперь возьмитесь за свои баночки bcaa разверните их что вы видите на обороте в составе какие формулы содержит ваш продукт если это просто лицин изолейцин или валин глупо надеяться на их пользу все очень просто для фитнес бизнес индустрии важна нажива они ваши с нами желания потребности ведь изготовление обычной они l формы в разы дешевле а значит и прибыль от продаж будет выше следите за этим внимательно иногда бывает что лицин в форме а две другие аминокислоты в обычной либо какое-то другое соотношение но запомните и это не только касается аминокислот bcaa все аминокислоты должны быть в эль форме всегда старайтесь досконально изучить всю возможную информацию особенно о том что хотите применять внутрь не страшно если этот препарат не сработает страшно если он навредит вашему здоровью вспомните идеальное соотношение лицина изолейцина и валина в bcaa это 211 если вы встречаете формулы где производитель увеличивает долю лицина до 4 6 8 и даже выше то вам только решать стоит ли переплачивать за это пока не обосновано с научной точки зрения действия этого нового соотношения лучше обратите внимание на вышеперечисленные факты о bcaa пришло время поговорить о приеме и дозах и начнем с рекомендаций для тех кто вряд ли прослушает это видео с тех кто не ведет активный образ жизни среди нашего окружения таких большинство и наша с вами задача донести до них при условии конечно что им это нужно данную информацию так вот для них доза в 6 грамм в сутки будет вполне достаточной можно и нужно распределить ее на 2-3 приема в течение суток людям ведущий активный образ жизни можно и нужно повысить дозу bcaa до 12 грамм разделив ее на 3-4 приема в сутки не забывайте что это незаменимые аминокислоты которые не синтезируются организмом и могут попасть в него только с пищей а все мы знаем качество нынешних продуктов особенно белковых так что тренирующимися человеку без дополнительного приема bcaa в виде добавки не обойтись тем кто ворочает железки ради серьезного результата прием просто жизненно необходим минимальная доза bcaa для них составляет 10 грамм в сутки и может быть доведена до 50 в зависимости от интенсивности ваших тренировок единственное о чем стоит помнить всем это о том что разовая доза не должна превышать 5 грамм так что если вы потребляете 10 грамм в сутки стоит разбить ее минимум на два раза если 50 грамм то на 10 раз лучшее время для приема bcaa это до во время и сразу после тренировки причем первые два приема важнее последнего думающий человек сам поймет почему и напоследок еще один совет покупайте bcaa без красителей по возможности без вкусовых добавок и если хотите сэкономить то без каких-либо дополнительных ингредиентов а что самое главное в bcaa вы благодаря данной информации уже знаете всем спасибо увидимся в тренажерном зале и